Профессиональных песняров Вот у нас в Беларуси нет шоу-бизнеса, но у нас зато все поют. И поют неплохо. Сера с реченьку, сера с быстрою, подай мне рученьку, подай другою. Это целая история. О левонах мы уже услышали, когда у нас был свой ансамбль. Мы знали, что при филармонии есть такой коллектив, Нелли Богославская, и аккомпанируют ребят, которые поют в пять голосов. У нас были такие фанаты, которые записывали все концерты на ленточные магнитофоны, и у меня была возможность прослушать. Я не знал, что делают песняры, кроме того, что передавали по радио и по телевидению. Оказывается, на концерте у них были и Сантана, и Битлз. Честно могу сказать, что песняры мне не совсем нравятся. Мне нравится все. Я слишком был западником в этом смысле, поэтому песняров я не воспринимал. Как я косил яйской мишиной, я не понимал, что это такое. И потом я только побывал на концерте, я обалдел просто от звука. Мулявин только чуть-чуть поднимает вот так вот руку, и все замирают, ребята. Потом раз-то, форта сумасшедшая такая, просто сидишь вот так, волосы дыбом, думаю, господи, я же этого ничего не слышал, на пластинках этого нет. Причем там, знаете, как писали же не по каналам, а вот так вот, бум, мы вышли. Я помню, пущу записывал уже в песнярах. На одном канале идет фонограмма, на другом мой голос. Где-то я сорвался сначала. Могли с этого места дальше писать? Сначала. И вот так вот для того, чтобы записать пущу, мне надо было ее спеть раз в восемь. Представляете, пущу спеть раз в восемь подряд. Да, и уже я помню последний раз, когда я ее записал, у меня вот это «Где трава высока?» не взялась нота. Беловежская пуща, Беловежская пуща, Неприметной тропой пробираюсь к ручью, Где трава высока, там, где зарос регущий. Там было одно не смыкание уже, когда горло устало, где трава высока, да, прям пропущенная. Но когда я сказал Александре Пахмуту, я говорю, вы знаете, Сашенька, вот здесь, мне кажется, мне нужно все-таки перепеть. Нет, 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 это же вот самое зелёное. В 77-м году я пришел в ансамбль. Я пришел уже как бы законченным артистом, как мне казалось, готовым певцом, артистом. Оказывается, на профессиональной сцене. Я побывал впервые именно в составе ансамбля «Песняра». Я понял, что сколько мне еще нужно работать. Володя, конечно, был жестким человеком, что касается работы. Да, он прислушивался к тому, что мы говорили, соглашался. Он все равно делал по-своему. То есть мы могли там спорить, ругаться, там, вот, подбори какой-то песни или аранжировки на эту песню. Но потом, в конце концов, он резко что-то мог изменить. И вот это был его характер такой вот взрывной. Вот он послушает что-то так, ну, как-то, ну, вот, не идет ему ни по душе. Вот не легла ему сюда песня, не легла аранжировка, голос. Он мог тут же заменить солиста, тут же сказать, так, Валера, так, все, иди бери скрипочку. Игорь, ты пробуй, там, или еще кто-нибудь. Главным определяющим словом было, конечно, замуляем. Мы ругались, и спорили, и не находили каких-то истин. И долго иногда могли по несколько дней, допустим, не разговаривать. Мы могли несколько дней не созваниваться. Но репетиция нас объединяла, мирила. А концерты успешные, они были всегда таковыми. Они ставили все на свое место. И я скажу, что потом каждое выступление было ответственным в составе ансамбля «Песняры» рядом с Владимиром Георгиевичем. И потом каждодневные репетиции и ночные репетиции мы репетировали здесь очень много. Вообще мы тогда очень много репетировали, много работали. И, надо сказать, отдать должное Володе, вот, в том, что он заставил нас работать таким образом. Да, это была работа на износ, я имею в виду и концертную деятельность, и репетицию. И четыре концерта в день. Чувство жалости с утра к себе. Потом, наверное, чувство жалости к зрителям, потому что нам казалось, что... Ну, у нас не все так получается гладко, как дневные концерты или вечерние. Мы чувствовали усталость. Два часа пятнадцать минут, два с половиной часа. Это как сейчас, полтора часа. Иногда просто уже связки никак не работали. Я помню даже такой случай, когда надо было спеть «Беловежскую пущу» еще раз. Я уже не мог, потому что это была где-то неделя работы. Я знал, что я выйду и не спою. Володя подошел, опять же так вот, похлопал по плечу, сказал, быстренько, пока вот они хлопают, еще у тебя есть две минуты, быстро в буфет, пятьдесят грамм коньячков. Ну, все. Я не знал, что это возможно, вообще не знаю, что такое перед концертом пить до сих пор. И вдруг он мне такое говорит. Я говорю, можно? Да. Это было так. Ну, а связки расслабляются, как бы становятся легкими, эластичными буквально на пять минут. Люди видели, что мы отдаемся концерту, что мы готовы работать для них всю жизнь. И он настаивал на том, чтобы концерт «Пока хлопает, надо петь». Я помню, после одного концерта в Ташкенте, было, правда, не шесть концертов, а четыре концерта в день, подошли к нам и сказали, вы так здорово работаете, вот жалко, что под фонограмму. То есть фонограмма, мы вообще не знали, что такое фонограмма, вообще даже не представляю, что такое магнитофон. Во время концерта магнитофон стоял для записи, и мы контролировали, после концерта прослушивали записи. И когда нам сказали, что все хорошо, только это была фонограмма, то есть мы поняли, что работали мы здорово, хорошо, и люди не почувствовали ни усталости, ничего, то есть, ну, это как раз говорит о профессионализме ансамбля писателя. Володя, он вообще сторонился интервью, и трудно было заставить написать какую-то статью или где-то. Он занимался творчеством, он день и ночь сидел с гитарой, все время с гитарой, все время в творчестве. За кулисами, между концертами и вечером в гостинице. То есть он мог ночью прибежать, постучать, сказать, вот, иди послушай, что я написал. Тебе нравится? Да. Дальше он давал эту песню нескольким аранжировщикам. Мы критиковали его за это, потому что это как бы человеческий труд, но он был прав, потому что до 77-го года все аранжировки были на нем, и ему помогал тогда лишь Анатолий Гилевич. Отбор нужен был в репертуаре. Мы держали марку очень высокую, и ее надо было поддерживать, и вот только таким и нужно было. Но это нужно было, я понимаю, насколько крепок сейчас запас музыкантов, которые прошли школу мулярия. Ой, реченка, 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 чая мустыня полная. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...